Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас формат не совсем обычный. Новости, как таковые, мы оставим на следующей неделе. Ну, разве только сообщим, что Телемунда продолжает радовать оригинальными кастингами. Себастьян Зурита и Лизет Мореллос будут главными героями Лай-Пастуры. А Кристиан Бач сыграет негодяйскую роль. Будет шморить собственного сына. Скажем прямо, выбор актеров очень даже неплохой. Надеемся, что и рейтинги будут на высоте. И вторая новость из Телемундовских полей. Приглашен на работу колумбийц Даниэль Оренс. Парень он видный, но актер так себе. И с самомнением проблемы. После относительного успеха новелла «Карасон и Ндамабле» у него снесло крышу. И он всерьез возомнил, что стал Галланом номер один. Не только Мексике, но и всей Латинской Америке. Так и хочется парнишку обломать. Ну а сейчас мы хотим рассказать вам о новой бразильской теленовелле «Редкая драгоценность». Ее показ начали на канале Глоба 16 сентября. Итак, «Редкая драгоценность». Новая шестичасовая теленовелла. Авторского дуэта сценаристок Тельми Гедеш и Дуки Рашид. «Редкая драгоценность» обещает быть удивительной и захватывающей. Историческим фоном новеллы стал Рио-де-Жанейро между 1935 и 1945 годами. В центре событий увлекательная, полная драматических поворотов и интриг, история семьи Хаузер. Эрнест Хаузер, Жозе де Абрео. Швейцарский бизнесмен, обознававшийся в Бразилии, владелицей ювелирной фабрики. Человек жесткий, расчетливый и властный. Не признающий возражений и привыкший отдавать приказы не только служащим, но и управлять жизнью своих детей. Францам Бруно Гальясо. Викторам Рафаэль Кардосо. И Хильдам Луизам Вальдераттам. В холодной атмосфере великолепного особняка Эрнеста Хаузера в Капаковане было не принято открыто проявлять чувства. Самое главное для Эрнеста – социальное положение и богатство. Фабрикант был уверен, что ему удалось вылепить из Франца свою копию. Но поездка в Непал, знакомство и дружба с духовным лидером буддистов Анандой, спасшего Франца во время снежной лавины в горах, существенно изменили мировоззрение юноши. Вернувшись в Бразилию, он знакомится с Амелией. Амелия Бьянка Бин. Родом из бедной семьи с севера страны. В поисках лучшей жизни она приехала в Ри. Работала на фабрике Эрнеста Хаузера. И именно благодаря отношениям с Амелией Франц открывает для себя сильную, страстную любовь, нежность и душевную теплоту. У Амелии Франца рождается дочь Перола. Девочка умная, обладающая особой чувствительностью, вместе с тем забавная, шаловливая и кокетливая. Перола в переводе с португальского – «жемчужина». Ее играет Мел Майя, которая была маленькой Ритой в проспекте Бразилии. Но Амелии не суждено было увидеть, как растет ее дочь. Когда Перола была еще совсем малышкой, Эрнест Хаузер решил избавиться от нежеланной невестки. По его доносу, где он обвиняет Амелию в связи с коммунистами, ее арестовывают и отправляют в тюрьму. Францу и Амелии придется перенести немало испытаний. Вражду между их семьями и годы разлуки. Но ничто не сможет разрушить их любовь. В новелле зрителей ждет встреча с интересными, неоднозначными, отрицательными героями. Манфредом, Карма Далавекия. И Сильвией, Натальей Дивой. Мы ее знаем как Дебору, невестку Жоржини в проспекте Бразилии. Манфред – небрачный сын Эрнеста Хаузера и его экономки Гертруды. Одаренный и амбициозный Манфред сумел получить пост директора на ювелирной фабрике Эрнеста. Изо всех сил он пытается завоевать любовь и признание отца. Его комплекс неполноценности, горечь от осознания своей второсортности в глазах городской элиты и глубокая зависть к Францу, любимому сыну Эрнеста и основному наследнику делают Манфреда очень опасным противником для Франции. Сильвия – тайный враг Эрнеста Хаузера. Ее цель состоит в том, чтобы разрушить семью Хаузеров и таким образом отомстить им в память об отце, который умер в тюрьме, несправедливо обвиненной в убийстве жены Эрнеста. Сильвия совершенно одинока и никому не раскрывает своих истинных чувств. Талантливый дизайнер ювелирных украшений, Сильвия устраивается работать на фабрику Эрнеста и со временем ей удается сблизиться с его семьей. Младший сын Эрнеста, романтичный Виктор, влюбляется в олигархную красавицу, но Сильвия лишь использует его чувства. Ее цель – завоевать сердце Франца. Помехой для Эрнеста и его противником становится старший брат Амелии – Раймунда. Домингос Монтаньер. Мало того, что Раймунда – лидер рабочих, который борется за лучшие условия труда на ювелирной фабрике, так в него еще влюблена белокурой красавица Иоланда – Каролина Дикман, объект тайных воздыханий Эрнеста. Но Эрнест не привык уступать кому-либо желаемое. Он использует случай, когда отец Иоланды, служащий ювелирной фабрике Венцеслау Лопес, Рейжинальде Фаррио, проигрывает Эрнесту огромную сумму в карточной игре. И тогда фабрикант предлагает отчаявшимся Венцеслау отдать вместо денег свою дочь. Чтобы спасти отца от нищеты, Иоланде приходится расстаться с любимым мужчиной и принудительно выйти замуж за Эрнеста. Иоланду ждет несчастливая жизнь под властью ревнивого старика. К тому же ее существование будет всячески отравлять уже много лет влюбленная в Эрнеста его экономка Гертруда. Зрители могут также погрузиться в атмосферу жизни ночного Рио 30-х годов. Всего там залами, тавернами, ресторанами и увеселительными заведениями. Одна из основных сюжетных линий Навеллы посвящена блистательному кабаре Пачеко Леон, богемного района Рио-де-Жанейр. В первой фазе истории Примадонны Пачеко Леон будет Лола Гордель, Летисия Спиллер. Лола привыкла к восхищению и обожанию публики, но при этом она верна своему любимому мужчине Манфреду. Лола мечтает, что однажды выйдет замуж за Манфреда, но ее надежды окажутся напрасными. Манфред никогда по-настоящему не любил Лолу, и со временем он бросит ее ради новой звезды кабаре – молодой певицы из Парижа Авроры Линкольн, Мариана Шименес, что вызовет цепь разнообразных событий в жизни героев новеллы. А на сегодня все. Ждем вас на следующей неделе. Мы познакомим вас с новой чилийской новеллой и расскажем последние новости со съемочных площадок. Всем пока!